Спасибо большое. Хочу поблагодарить для начала всех тех, кто пришел сегодня. Даже несмотря на такое узкоспециальное название темы и несколько громоздкое, я в общем докажу, что это очень интересно и даже захватывающе. Понятно, что в качестве темы лекции сегодня я избрал анализ системы образования. И с первого взгляда неспециалисту может показаться, что это достаточно скучно и тусклая тема, и сказать здесь особо нечего, кроме как охарактеризовать учебные планы, с чем это у нас ассоциируется, учебные планы, программы, предметы, нормативы и так далее. Но на самом деле это не так. Через систему образования я попытаюсь раскрыть весь комплекс проблем, который связан с национальными меньшинствами в Республике Словения, и показать отношение самих жителей к этой сфере, к этой важной сфере, и ко всему, что связано с их идентичностью и, прежде всего, с языковой идентичностью. Ну вот я могу уже, наверное, показать презентацию. Нужно сказать, что Словения находится на перекрестке четырех культур – славянской культуры, германской, романской и финно-угорской. Такое расположение предопределило развитие славянского народа и славянского языка. В разное время и на разных территориях ощущалось воздействие языка и культуры соседей. Влияние немецкого языка в силу его общественно-политической значимости и преобладания распространяется практически на все диалекты славянского языка. А венгерское и итальянское влияние сосредоточено в основном на окраинных территориях. Вот видно на карте вдоль границы с Италией и с Венгрией. Собственно, сегодня тема посвящена национальным меньшинствам Республики Словения. И здесь на карте показано красным цветом и таким фиолетовым, там, где проживают итальянцы и венгры, две общности, признанные по конституции национальными меньшинствами автохтонной общности. Но на самом деле эта тема не очень известна не то, что даже у нас, но и в самой Словении. Она остается малоизученной. По своему опыту могу сказать, что общаясь с жителями Любляной, Центральной Словении, я часто сталкивался с тем, что если об итальянцах, которые живут в Приморье, вот мы видим этот небольшой кусочек, что, простите? Со стороны Италии Фриулы живут, если посмотрим на север, а со стороны, да, это истро-венецианцы. Об этом я скажу чуть позже. Если о них хоть что-то известно, по причине того, что Приморье развитый экономический регион, туда часто ездят отдыхать на каникулы, на выходные, то о том, что в Приморье живут еще и венгры, об этом, в общем-то, известно мало. Даже самим славянцам. Ну и здесь можно сказать, что само Приморье как регион ассоциируется у славянцев с такой своеобразной славянской Сибирью. Регион достаточно удаленный от столицы страны, менее экономически развитый, и, в общем-то, само Приморье, которое там распространено, оно меньше всего, понятно, среднему славянцу, жителю Любляны, поэтому все в комплексе и сказывается на вот таком сознании. Ну вот, нужно сказать, что Словения, республика, достаточно однородная в этническом плане. Она, особенно по сравнению с другими окружающими ее странами, и особенно со странами бывшей Югославии, но подчеркну, однородная на момент выхода из состава Югославии в 1991 году. И по переписи сегодня славянцы составляют 83%, а национально признанные меньшинства, значит, итальянцы – 0,1%, венгры – 0,3%. Ну вот, сразу виден масштаб, что даже из населения страны, которое оценивается в 2 миллиона человек, какой процент занимает этнические меньшинства. И нужно сделать еще одну оговорку. Если права итальянцев и венгров признаны, закреплены в Конституции страны, то права других этносов, проживающих в Словении, но которые численно преобладают, например, сербов, хорватов, боснийцев, вместе они составляют более 5%, ну, в Конституции никак не прописаны. Есть еще одна этническая общность, автохтонная, сербская. Сербы в регионе Белокрайн. Здесь они никак не отмечены. Это 4 деревни, но, в общем-то, о них сегодня речь не пойдет. Итак, моя цель заключается в том, чтобы показать, что Словения интересна не только как страна со своим разнообразным культурно-историческим наследием и славянской самобытной культурой, что, в общем-то, безусловно, так и есть. Но она интересна еще и как регион, в котором живут другие народы, и эти народы придают своеобразие тому краю, где они проживают исторически, соответственно, Приморье и Прикмурье. Кроме того, Словения может являться интересным примером и уникальной моделью интеграции и функционирования национальных меньшинств на своей территории. И, в частности, моделью для неславянских контактов. Нужно сказать, что правовые рамки функционирования национальных меньшинств заданы законом о языке, принятом в Словении в 2004 году. И этот закон считается одним из наиболее либеральных, продвинутых в этой сфере даже в Европе, в европейских странах на фоне и соседних государств. Но появился он не в 2004 году, а корни его уходят вглубь в историю еще во времена Социалистической Республики Федеративной Югославии и, можно считать, основой Югославскую Конституцию 1975 года. По этому закону официальным языком на всей территории страны является славянский язык, а в этнически смешанных районах в Прикмурье и Приморье, соответственно, венгерские и итальянские языки наряду со славянским, все надписи обязательно дублируются на двух языках, и в школах введено двуязычное образование. И по этому закону представители как титульной нации, так и овладевают языком своих соседей, ну и, соответственно, итальянцы и венгры овладевают славянским языком. Да, конечно, книги выходят, об этом я скажу чуть позже, есть и газеты, и средства массовой информации все это развивается. Итак, эти две общности проживают в Приморье на территории следующих общин. Это община Коппер, Капудистрия, Изола, Пиран, Пирану, Анкаран, Анкарану. Четыре общины. В Прикмурье это Лендова, Добровник, Добровнок, Ходош, Ходош, Муравский топлицы, Тотмароц и Шаловцы Шал. Пять общин, где закреплено официальное двуязычие. Итальянцы и венгры имеют своих представителей в парламенте Республики Словения, культурные и общественные организации, развитую систему образовательных учреждений от детского сада и до школ, гимназий. И как получилось так, что на территории Словении оказались эти национальные меньшинства? Возникает такой вопрос. Но на самом деле, если мы посмотрим, они проживают вдоль этнической границы с Италией и с Венгрией, и это, по сути, продолжение этнического массива. Значит, в Венгрии продолжение западно-задунайского диалекта венгерского языка, вот венгры в Словении, а итальянцы в Приморье — это продолжение итальянцев, в общем-то, диалектов северного типа, венецианского типа итальянского языка на этой территории. Ну, чтобы понимать ситуацию, нужно сказать, что в Приморье ситуация этническая очень сильно изменилась после Второй мировой войны, поскольку на территории Словенской Истрии еще больше это затрагивает хорватскую Истрию, то есть здесь вот этот регион нужно рассматривать вместе с Хорватией. После Второй мировой войны произошел исход, отток итальянского населения из этой территории в район Триеста и дальше вглубь Италии. И если раньше, до Второй мировой войны, города прибрежные, славянские, по переписям населения это хорошо видно, итальянцы составляли большинство, так в Копере более 87% составляли итальянцы, прибрежные села были или славянскими, или хорватскими, то сейчас по переписи населения мы видим, что не более 2000 итальянцев проживает на побережье. В Прикмурье же не наблюдалось отток населения, там в основном если уезжали в Венгрию, то это были чиновники, служащие железной дороге, а сельские жители, которые составляют большинство общины, остались и до сих пор там проживают. Ну вот, как я уже сказал, на территории Приморья и начну я рассматривать более подробную территорию Приморья, функционирование итальянско-славянского билингвизма, распространен диалект истро-венецианский, как говорят сами информанты, «но и ло дефиньямо кому лис-стро-венето», мы его определяем как истро-венецианский, но до начала 20 века был распространен также и другой язык, истро-романский, истриотто, в районе Пирана особенно, но сейчас носителей этого говора не сохранилось. Они проживают на территории Словении, большинство из них сконцентрировано на территории Хорватии, на соседней стране. Говоря об особенностях образования, я буду говорить в том числе о языковой ситуации в целом, так как положение в образовании в этой системе является производным от общей языковой ситуации. И буду говорить на примере собственной работы с информантами, с собеседниками, с представителями культурных сообществ. И, в общем-то, эту работу я провожу с 2010 года и хотел бы поделиться вот таким наблюдением уже на протяжении нескольких лет, как сами информанты характеризуют ситуацию, когда мы имеем дело с бумагами, с документами с одной стороны и как это реализуется в жизни с другой стороны. В Копере, Капо Дистре, расположено представительство итальянцев, культурной организации и Коммунита Ауто Джестита Костьера Далла Националита Итальяна. И ее основной головной офис находится в Фиуме, Риеко, в Хорватии, а в Копере существует филиал. Существует также культурный центр или Centro Culturale Карло Комби, который развивает культурное сотрудничество. Выходит и газета ежедневная La Voce del Popolo с центром в глаз народа, в центре в Фиуме, но имеет свой филиал также и в Копере. Наверное, дальше. Да, на презентации можно видеть отражение официального двуязычия на вывесках, как это дублируется. Значит, написано Копер, Капо Дистре, Жустерно, Жустерно. Здесь же мы видим опять же официальные надписи Приморские. Пожалуйста, и Паркеджи есть и Чемитеро, и Стационе, и дальше на правом снимке вывеска Мачалерия, Мясница, Мясной магазин, Мясная лавка, Община Пиран, вывеска двуязычная, тоже официальная надпись, здесь дублируется на славянском и на и на итальянском языке, и необщественная организация объединения антифашистов и участников народно-освободительной войны и ветеранов в Копере тоже на двух языках. Опять же, дорожный знак видим, что на двух языках подробно расписано, по какое время можно проезжать под этот знак, а с другой стороны мы видим неформальное объявление и тоже двуязычное объявление о записи в театр в пис инскриционе. Дальше. Понятно, что лингвистический ландшафт в этих городах, в данном случае это Копер, название улиц дублируется на итальянском языке Титто Трк Пьяцца Титто и здесь тоже интересно улица Энгельса, Энгельсова улица по-итальянски дублируется Виа Фридрих Энгельс, причем не только фамилия используется, но еще и имя. А внизу мы видим историческая табличка повешена, как эта улица называлась до 1945 года. Итак, все документы выдаются на двух языках, паспорта, свидетельства о рождении, смерти, документы наследования и так далее. И что интересно, итальянцев по переписи насчитывается 1850 человек, а тех, для кого итальянский язык родной, 2800, то есть намного больше. И что за этим стоит, почему такое расхождение? Ну, вероятно, за этим скрываются отголоски послевоенной действительности, поскольку многие итальянцы после войны записывали себя или хорватами, или словенцами, те, кто хотел остаться, в общем, не декларировали свою этническую принадлежность. Собственно, это даже видно по переписям, начиная с 50-х годов, когда итальянцев насчитывается всего 800 человек, и дальше они постепенно, вот их число растет. Но даже несмотря на такое незначительное число в общей массе населения, позиции итальянского языка в этих коммунных, в этих общинах очень сильны. Сказывается здесь, конечно, и престиж итальянского языка, престиж соседней страны. Кроме того, доступность итальянского телевидения в послевоенное время, во времена Югославии, а также разнообразие программ, которые оно могло предложить в то время, сыграло роль в популяризации этого языка не только на этой двуязычной территории, но и на приграничной территории, где официально не закреплено двуязычие, Горица, и Крас Випава. Нередко даже родители из славянских семей, хорватско-славянских, славянских, отдают своих детей в итальянские школы. У них нет в роду автохтонных итальянцев, но тем не менее они хотят, чтобы их дети посещали итальянскую гимназию. Что касается уже непосредственной системы образования, функционирует девять детских садов Копера, Изоле, Пиран, Бертоки, Карватини, Самеделла, Луччая, Луция, Сачоли, Сачоли и Струняну. Кроме того, в Копере Изоле, Пиране работают так называемые школы элементары, основная школа с первого по восьмой класс, и действует одна-единственная гимназия в Копере, средняя школа. Кроме того, как происходит обучение? Дело в том, что эти итальянские гимназии, в них основным языком преподавания является итальянский язык, есть и все предметы преподаются на итальянском языке, кроме славянского языка и славянской литературы. Таким образом, мы видим, что отдаётся приоритет собственному языку. Славянский язык изучается как язык окружения. Что это значит? Это значит, что он не изучается как иностранный язык, поскольку дети и так его усваивают в общении с другими детьми. Если это смешанные семьи, то в семье на нём говорят. То есть, это специальные программы, специальные методики, разработанные для преподавания языка, учитывая то, что эти дети двуязычные и в семьях общаются на двух языках. Да, здесь ещё можно посмотреть, как в этом итальянском центре дублируются надписи. и любопытно, что первой указана, первой приводится итальянская надпись, а второй уже славянская. Вот это автономное общество. И внизу, там, где буквы стёрлись, значит, на самом деле это та самая газета «Вочи дель пополо», которая вот так выглядит. Ну и дальше я, наверное, уже перейду к обзору того, как сами информанты характеризуют свою ситуацию языковую и двуязычие, и систему образования. Здесь, в частности, информант говорит о том, что, конечно, в семьях у них используется вот этот диалект «истровенето». И дальше цитата «Когда закончилось собрание, на собрании все говорят на стандартном итальянском, переходят на диалект. И родители из смешанных семей стремятся говорить со своими детьми на стандартном итальянском языке, и не на диалекте. И поэтому диалект в какой-то степени немного теряется. Это проблема, которая существует во всей Италии. И, по моему мнению, это большая интрана. Да, кроме права, здесь в данном отрывке можно увидеть то, как один из деятелей вот этого центра Карло Комби характеризует языковую ситуацию. Он говорит, что по славянской конституции предусмотрено, что на территориях этнически смешанных, там, где живут автохтонные итальянцы вместе со славянцами, то есть Анкаран, Копер, Изолопиран, узкая прибрежная полоса, и если 2-3 километра мы двигаемся в сторону, вглубь территории, там билингвизма уже не будет, и итальянские поселения сосредоточены на прибрежной зоне. Значит, здесь действует или должен был бы действовать идеальный билингвизм, так говорит конституция, так говорят законы, и дальше он говорит ovviamente cosignone, но, естественно, этого нет. Визуальный билингвизм достаточно присутствует, это мы видели из надписей, даже если существуют многие недостатки, многочисленные ошибки, билингвизм устный в городе, в магазинах, в официальных учреждениях достаточно редко встречается. Не говорят много по-итальянски. И дальше, сами итальянцы мало используют итальянский язык, даже когда идут выпить кофе или съесть брешь, булочку, они стремятся выбирать славянский язык, и он сам признает. Это, конечно, наша ошибка для тех, кто это делает, потому что чиновники в учреждениях должны были бы в этих районах смешанных, должны были бы знать итальянский язык, должны были бы иметь все формуляры, все заявки, всю документацию на двух языках и должны были бы быть в состоянии говорить правильно по-итальянски с клиентами, но санно вообще. Но несколько лучше обстоят дела с документацией онлайн. И что касается уже непосредственно системы образования, система образования на славянской территории несколько лет назад итальянский язык преподавался очень хорошо, а сейчас уровень образования упал очень сильно, потому что предпочитают изучать язык, другой язык, который не итальянский, но здесь можно английский предположить. И таким образом количество часов в школах славянских итальянского языка уменьшилось, молодежь говорит хуже по-итальянски, чем когда-то она говорила, и есть другая проблема. Даже еще 20 лет назад все смотрели итальянское телевидение, то, о чем я вот вскользь упоминал уже, и по нему транслировали мультфильмы, и маленькие дети выучивали итальянский язык. Когда смотрели эти мультфильмы программы Rai и Mediaset, а сейчас есть большое разнообразие каналов, частных каналов в Словении, и дети смотрят эти программы и не смотрят больше Rai, и, кроме того, итальянские программы, они за плату, поэтому сушается, значит, по мнению информанта объем того, где можно усвоить итальянский язык. Ну вот достаточно интересное мнение нескольких информантов об этой ситуации. То есть, с одной стороны, я сказал и привел примеры то, как это функционирует на бумаге, с другой стороны, мы видим, как, собственно, люди, которые там живут, характеризуют эту ситуацию, ну, несколько отличается. И здесь, конечно, возникает интересное наблюдение. Значит, дело в том, что основы школьного образования двуязычной системы стали вырисовываться в Приморье после 1954 года, когда произошло разделение вот этой территории на итальянскую зону и югославскую. То, что существуют двуязычные школы, было прописано в мирном договоре Италии и Югославии, и по нему наблюдался паритет, организовывались итальянские школы в Югославии и славянские школы в Италии, соответственно. Но, значит, если в югославских школах изучался и итальянский язык, его изучали представители титульной нации, то в славянских школах на территории Италии, в соседних районах с Триестом, такого паритета не наблюдается. Значит, что касается непосредственно того, как итальянцы осваивают, выучивают славянский язык, конечно, здесь много интересных наблюдений, то, как языки функционируют, но вот, например, из устного корпуса есть такие смешные высказывания, гибридные, я иду в учительскую за журналом для оценок, или же здесь орфография сохранена, начало предложения идет на итальянском, вторая часть на славянском, или же с использованием многочисленных административных терминов, которые не знают, как заменить, не знают аналоги, и рисону андатту а общинскоуправа перкейдере потердилу на казнуванности перкейне обизонье, да, то есть, вчера я сходил в общину, этот административное учреждение, чтобы попросить подать заявку о получении справки о несудимости, потому что она мне нужна. И вот дальше многочисленные славянизмы, словизмы есть в этих говорах истровенецианских, ну, например, одно «дзима», которое используется в Триесте, как «зима», это когда холодно, как «дзима», «мисседорме», порядок слов, да, «мне хочется спать», да, «спава миссэ», например, сравните с хорватским, ну, и такие слова, как «чисто», «паток», используются повсеместно. Но это примеры гибридных высказываний, есть также и кальки для выпускников итальянских школ на территории Словении, конечно, итальянский язык у них влияет на их высказывания и в постановке глагола, и в расположении местоимения, и в выборе предлога, ну, например, в приложении фотографии, слики, значит, вместо «на слики» и «в слики» будет, это будет калька с итальянского «на фото». не буду здесь останавливаться дальше. учитель, с которым я разговаривал, говорит о том, какая чаще всего проблема возникает, то, что, говоря по-словенски, избегают местоимения «мой», «твой», а «говорят свой», да, и, значит, я не буду останавливаться, а перейду, наверное, к анализу и просто расскажу о примерах из корпуса устного. Дело в том, что очень часто, говоря по-итальянски в речи итальянских, итальянцев проскальзывают слова и из хорватского, и из славянского языков, причем чаще это происходит в виде дублирования. Ну, вот, например, говоря о том, кто приносит подарки, значит, недавно был, было 6 декабря, да, Святой Николай, ну, и вот информант вспоминает «Ил чинкви дичембре си ваа дормире, и бамбини вано дормире и си мэтти ун пиатто альмено а казаностра, ун пиатто сула фенестра, ма метямо суль таволо и си лаща квалькоза пер бабо Натале и дедам раз, си, типа дедам раз, ма нон и дедам раз, квеста и рапроприо весково дибари, веститоди россо, ай брави перекативи ла бакетта, шиба, шиба». Ну, вот, даже из этого примера мы видим, что бабо Натале и Дед Мороз, значит, для того, чтобы пояснить, информант использует при этом хорватское слово, а уже в конце предложения, говоря о том, что для послушных детей он приносил подарки, а для непослушных такой прутик или розгу, значит, использует итальянское слово ла бакетта и дальше подтверждает его, усиляет уже славянским словом шиба. Ну, используются также термины не из, не культурной, но и из повседневной жизни, продукты питания, опять же, это клебаса, сальсича, то, что делают на празднике вот эти мишки, как нечто вроде пончиков, да, или фриттолы. Еще мы видим, что дедекмрас может появляться не только в хорватском, но и в славянском варианте. Да, и рассказывая о том, что идут обычно, что несут освящать в церковь на Пасху, мы видим, что очень много появляется тоже славянских слов. Славянцы едят холодными, значит, этот пасхальный завтрак, и портят vino, шунка, кол пан и хрен, и несут вино, витчину, с хлебом и хрен, и пусть у ова и аспекта, потому что это все символы. Что еще? Хрен, то, это есть и кьи в Иисусе, шунка и тело, и у ова ренасчета, но еще какое-то что-то называют на Деу. Значит, здесь говорит о том, что все это является символами и вспоминает, что еще несут хрен, значит, что это гвозди, которыми Христа распинали, шунка, это ветчина, это тело, яйца, это возрождение, но еще что-то, то, на Деу начинка, еще и несут начинку, которую тоже кладут в корзину и освещают. Ну вот дальше еще можно посмотреть название праздников Мала Госба, Велика Госба, Рождество Богородицы, Успение Богородицы, значит, по-хорватски так, по-славянски так, по-итальянски так. Ну, название нерелигиозных праздников Трубарьевдан. Дальше, ну вот тоже интересный из таких продуктов, второй пример, то, что, например, мы зимой мы всегда готовим такие овощи, фрукты, вареные фрукты, типа компота, для того, когда, значит, а славянцы готовят те, чай, и перме те, и куандо сей малатто. Для меня чай это когда ты, ты болен. Здесь уже используется и славенское слово. Рассказывая о том, как было когда-то во времена детства информанта вспоминает, что здесь, предпоследний пример, в городе до 60-х годов было запрещено держать домашних животных, коров, свиней, поэтому приходили женщины, которые разносили молоко, а женщины эти были славянками, или приходили из Хорватии и называли их, соответственно, млекорцы, млекорицы, млекорцы, до Фуори, приходили откуда-то из окрестных территорий. А последний пример отражает интересный опыт информанта, когда во времена Югославии могли четыре раза посетить соседнюю Италию, если там были родственники, или, не знаю, за покупками, и нужно было на границе показать Секемава Нашепасары, и дальше называется пропуск, пропускница, пропуск, куда ставили, соответственно, печать о том, что проходили границу. Ну, это были примеры того, как реализуются эти высказывания, что в них отражается из славянских и хорватских слов. Здесь, опять же, информант говорит о том, что славянский язык выучили они, будучи детьми, еще до школы, потому что рядом жили славянцы, соседи, но также были и сербы, хорваты, но все они говорили по-славянски. И в школе было три часа итальянского языка и три часа славянского языка в их школах, в итальянских, но в славянских нет, там было больше часов славянского языка, меньше итальянского. Возникает еще интересный вопрос, а есть ли такие итальянцы, которые плохо говорят по-славянски? На самом деле до сих пор сохранились такие люди, это пожилые люди. И вот пример второй, что моя мама никогда не выучила блестящий до конца славянский язык, потому что она не работала, она была все время дома, а те, которые приходили, наоборот, моя мама их учила итальянскому языку, мой папа говорил хорошо, но он понимал больше и всегда мог устроиться, и поэтому, а мы уже дети, характеризуя свое поколение, мы выучили все в школе, для нас это не было проблемой. И тоже приводит такое несколько комичное высказывание, как что это такое вот этот не выученный до конца славянский язык, хуй информачу купить медижино, идти в аптеку купить лекарства, вот примерно так это функционирует. Но кроме того, какие слова наиболее распространенные в этой системе существуют. Вот первый пример, моя мама могла сказать Мазло, причем именно так, Мока, Сечер, потому что по-хорватски на пакетиках было написано Шечер, а она всегда читала Сечер, как по-итальянски, могла еще сказать, что Кава, Кофе, Добрдан, Хвала, все, на этом ограничивалась языковая компетенция. Интересно, любопытно обратить внимание на случаи, когда используется, должен был бы использоваться итальянский язык чиновниками, но этого не происходит. Информанты рассказывают разные истории, в том числе, вот интересно, интересен четвертый пример, когда информант со своей матерью пришли в суд, а мать не могла говорить по-словенски, она не знала, и у нее было право попросить переводчика, действительно, право такое закреплено в Конституции, но суд всегда посылал извещения о переводчике очень поздно, и поэтому три раза они приходили зря, а на четвертый раз, когда пришли судья, сеньор дюдище кедаме спросил господа казинаты славенско, спросил сначала дочь, знаете ли вы славянский, говорит, конечно, и потом он сказал, я спане, а я не знаю, здесь за скобками, я не знаю итальянский, и дальше возмущение информанта, вот почему так, потому что он тот, кто занимает эту должность, он судья, он должен знать этот второй язык, но он его не знает, и поэтому весь процесс откладывается, и, в общем-то, возникают трудности, и дальше последний пример очень хорошо все это иллюстрирует, на бумаге у нас все права, мы имеем все права, но в практике это не так, потому что ты должен найти тех людей, которые занимают эти рабочие места, очень часто это те люди, кто прошел какой-то курс обучения итальянскому языку, имеют бумагу, и здесь заимствованное папиро вместо славянского карта, итальянского карта, но то, что у тебя есть бумага, это еще не значит, что ты можешь занимать эту должность, это значит, что у тебя есть эта бумага, и все, а должно было быть по-настоящему билингвизм. И закончим на этом с Приморьем, перейдем к Прикморью, здесь я скажу, что система школьного образования в Прикмурье и изучение славянского языка имеет несколько более долгую историю по сравнению с Приморьем, поскольку этот край вошел в состав Словении после Первой мировой войны, и после Первой мировой войны были организованы венгерские школы и славянские школы, в общем-то, то, как сейчас наблюдается и в Приморье. Но это разделение закончилось тем, что в конечном итоге оно вело к сегрегации. Если в Приморье итальянцев осталось мало, и они их хотели или не хотели, они все равно интегрируются, как-то выучивают язык, то венгров в Прикмурье насчитывалось тогда 12-10 тысяч, сейчас 6-7 по разным подсчетам, но все равно для функционирования определенной общности это достаточно хорошее число. И таким образом они закрывались в своих общинах и за пределы этих трех общин не могли дальше куда-то выйти, не могли продвигаться. Либо же им нужно было оставаться там, поскольку славянский язык выучить они не могли, либо же переезжать в другие регионы, в сербскую Воеводину, где по-венгерски в общем-то было можно было найти себе и рабочее место и устроиться лучше. И в 60-е годы, уже 20-го века, было решено организовать так называемую смешанную систему образования, когда дети учатся вместе на всех предметах, обучение происходит одновременно на двух языках, учитель объясняет допустим по-славянски и тут же говорит термины как это будет по-венгерски или же наоборот, хотя наоборот редко бывает, а разделяются эти группы только на предметах по истории языка по истории языку и литературе. Для славянцев также была возможность изучать венгерский язык, но поскольку он не влиял на итоговую оценку, на итоговые результаты, уровень знания ограничивался и до сих пор ограничивается в лучшем случае уровнем А1 или А2, то есть такой начальный уровень выживания. Лучше овладевали венгерским языком те, кто сумел выучить его в окружении. Ну и вот если посмотреть на слайды, опять же можно сказать, что для Прикморья действует все то же, что и для Приморья. Официально введено двуязычие, распространены двуязычные указатели, надписи, но тем не менее не везде есть паритет и не всегда последовательность соблюдается. если мы видим жидковцы деревня, по-венгерски жидкотс, не знаю, видно здесь или нет, на одном снимке жидкотс без долготы, на другом снимке жидкотс с долготой. Значит, это не последовательно, но тем не менее, кто делал эти записи, об этом не задумываются. Ну вот так выглядят двуязычные школы в Гентерхазе, Гентеровце. Да, вот здесь на венгерском, там на на славянском языке, здесь, наверное, двуязычная школа в Добровник, Добронок. Тоже здесь интересно наблюдать, как реализуется этот закон. Ну, Добровник, Добронок, всё нормально, просто неаковцы, партош, фалва, всё идеально. Но то, что рядом с этими вывесками, уже вызывает вопрос, потому что позор Градбища и дальше всё предупреждение о том, что впереди стройка, какие-то строительные работы, объявления только по-славянски. И, значит, если придираться до конца, то, скорее всего, это и будет являться, в общем-то, основная претензия какая? То, что предупреждение о опасности не дублируется на втором языке, и тот, кто не знает второй язык, может эту опасность проигнорировать. Значит, второй пример остановка школьного автобуса написана на асфальте только по-славянски и не дублируется на венгерском языке. Здесь тоже интересно, всё, в общем-то, соблюдено, всё нормально, но дело в том, что вот эти диатритики, долгота, она почему-то уехала в другую сторону, и сколько я там не бываю, в общем-то, на протяжении восьми лет так и висит этот знак, никто его не поправит. Что касается неофициальной сферы, тоже любопытно, предвыборная реклама. Значит, если хочешь, чтобы за тебя проголосовали, понятно, на двух языках всё идеально соблюдено. За новую Европу, у Европа, нормально, но как только мы имеем дело с объявлениями частных школ, например, школа обучения вождению, здесь только славенское объявление. Дальше аптека, значит, по-мурской лекарной, адрес дублируется и по-венгерски, и то, что с зелёненьким, всё идеально соблюдено по-венгерски, но вот это внеплановое объявление, которое повесили, то, что в такой-то день, 9, 6, 14, она открыта с 11 до 15, и это объявление только на одном языке, на славянском. Дальше здесь дорожный знак, всё тоже соблюдено, парковочное место, а вот то, что так немного боком, объявление о том, что сдаётся в аренду помещение, торговое помещение, но по-венгерски продублировано это только одним словом, кеодо, сдаётся, и непонятно что, и дальше телефон. Почта, тоже всё нормально, всё соблюдается, да, да, и здесь я хочу поподробнее остановиться на том, как венгры, опять же, выучивают славянский язык, как они говорят по-славянски, как они заимствуют свои слова, венгерский язык, славянские слова, конструкции и так далее. Ну вот, когда было, скажу ещё пару слов про эту смешанную систему, которая функционирует с 60-х годов, тогда к ней было тоже, не было доверия к этой системе, как среди венгров, так и среди славянцев, поскольку венгры видели в этой смешанной системе путь к ассимиляции, тогда как славянцам это было в обременении, поскольку получалось, что они должны были выучивать ещё один предмет и ради оценки, которая потом ни на что не влияла. По-венгерски в этих, в Лендове выходит газета «Непуйшаг», что, собственно, тоже глаз народа, есть радио венгерское, телевидение, выходит программа. Вот, ну, как же, собственно, что из себя представляет этот венгерский язык в Словении, а представляет он из себя тоже такое гибридное образование, в котором много разных административных терминов, ну и не только. И вот в таком венгерском предложении это будет звучать очень интересно. Те, кто знает язык, сразу могут это оценить. элементом из Управной Энотаро остается беситом о тайнецах океодоте образец элвитте от такра печатот, мекелет физитным околекот, мекоздравственный дом, ахоль сестра шегитет. Значит, синим я попытался здесь отметить славянские элементы. Речь идет о том, что там кто-то пошел в Управная Энота, тоже административное учреждение, чтобы там он поговорил с секретарем, которая дала ему образец печатный, получил печать, заплатил и наклеил потом гербовую марку. И дальше пошел в поликлинику, где он поговорил с сестрой, с медицинской сестрой. Ну, в общем-то, все достаточно очевидно и само за себя говорит. Ну, вот и следующий пример. Медика зобщин скупщинара хоть бя гемопрош не ата штипендиару. Ну, даже из вот таких опорных слов можно понять, о чем идет речь, если знать славянский язык, знать славянский язык. Я иду тоже как сельсовет, если это говорить, чтобы подать заявление на стипендию. Примеры с переключением кода, когда одно слово, когда одна часть высказывания на одном языке, вторая часть на другом. Значит, холнапкерем астокенвэт, тисто книгу из книжницы из нааш. Значит, вчера я попросил вот эту книгу, эту книгу из библиотеки с усилением. И сами информанты говорят о том, что мы венгерских слов, которые используются в Венгрии, мы их не знаем, чаще заменяем словецкими. Наверное, я для аудитории пущу вот такую книгу здесь закладка, вы посмотрите, это такая книга славенской коллеги, венгерки, Анна Колот, Мадерла Амурови Дейкен по-венгерски в Прикмурье. И там небольшой словарик вот этих славенских и хорватских слов, которые часто венгры используют в своей речи, там они записаны венгерской графикой, но тем не менее можно посмотреть список и сориентироваться из каких сфер что проникает. Ну вот, сметанавол керкавит, кофе со сливками, да, или же шлаггол пенавол, вместо венгерского кольчегвитейша бюджет, бюджет на все, на проведение работ, используют славянское пророчун. Опять же, мы сталкиваемся с тем, что есть люди, которые говорят по-славянски очень плохо, либо же совсем не говорят среди венгров. Это те, кто живет в своей закрытой среде, практически не с кем не общается из славянского мира, а функционирует достаточно, ему достаточно своей собственной небольшой общины. вот здесь можно провести высказывание информанта, который говорит о том, что он на самом деле функционально не двуязычен, хотя венгер и учился по-славянски. Он говорит о том, что в естественных науках у меня словарный запас очень небольшой. и на тех территориях, в тех областях, которые меня интересуют, например, право или общественные науки, я функционально двуязычен, но естественные науки я лучше понимаю по-славянски. Это не говорит о том, что я не могу читать венгерские статьи, чтобы понять, но это говорит о том, что они сразу мне не приходят на ум, сразу я их не могу вспомнить. текст на венгерском, но он говорит о том, что термины из естественных наук, ну не знаю, химические реакции какие-то, он сразу не может вспомнить, как будет по-венгерски вот эта серная кислота, сернистая кислота и так далее. Это он лучше знает, как будет по-славянски. Дальше. Ну вот тоже интересный пример. Информант говорит о том, как он разговаривает со своими родителями. Мои родители недостаточно хорошо знают славянский язык, потому что они ходили в венгерскую школу, а моя мама изучала последний год славянский язык, но как изучала? Изучала, они заучивали что-то по памяти, наугад отвечали, и, в общем-то, никогда не было это систематично. Поэтому тогда было еще то послевоенное время, когда славянцы и венгры, в общем-то, не общались друг с другом. Мой отец тоже, он родился в 1933 году, ходил в венгерскую школу, но затем он большую часть жизни работал в других районах Югославии и по большей части в Хорватии, и он больше говорит по-хорватски, чем по-славянски. А моя мама, она, в общем-то, не работала, и говорить на таком странном славянском языке обычно она смешивает род. И действительно, венгра, который говорит по-славянски, по-хорватски, любом другом славянском языке, можно узнать по тому, что они часто смешивают род мужской и женский. И это было видно вот на этом примере, когда говорит, что ребёнок не выучил венгерский язык, а мать не хочет «она ночи, да сенего отрок не научил маджарского». Мать не хочет, чтобы его, ну то есть его получается как, да, по мужскому роду, а на самом деле речь идёт о матери. Проблема образования, проблема языковой ситуации связана ещё с таким интересным фенонимом, как лендовщина. Значит, что такое лендовщина? Лендово — это, я уже говорил, административный центр в Рикмурье, центр венгерской общины, а лендовщина — это такой язык, на котором говорят в Лендове. И приезжая туда, вам скажут, что если вы хотите научиться правильно говорить по-словенски, вы должны ехать не в Любляну, где сильная редукция, где много немецких слов и где говорят очень быстро и вы ничего не поймёте, а нужно приезжать в Лендово. Об этом сами жители Любляна не подозревают, да, но на самом деле это действительно так. Почему? Потому что Лендово, большинство населения, две трети венгра, и на протяжении вот этого послевоенного времени туда посылали, вот как раз об этом и нарратив, для того, чтобы венгров научить славянскому языку, учителей из центральной Словении. И венгры на протяжении уже вот 70, сколько, более лет обучались этому языку, и туда переселялись и славянцы, и получилось в результате смешанных браков, там не распространён прикмурский диалект, непонятный большинству славянцев, а там распространена это самая лендовщина, вот дальше, которая достаточно чистый славянский язык, немного твёрдо звучит, немного твёрдо они определённые вещи проговаривают, но по акценту можно узнать влияние венгерского языка, но это никакое не наречие, поэтому вот с таким феноменом там можно столкнуться, и это очень интересно и необычно, и мало изучено. Дальше, ну здесь пример хорватской собеседницы, которая говорит о том, что значит по-венгерски она не говорит хорошо так, как по-хорватски и по-славянски, но понимает всё. Может быть тяжело ей в общем-то что-то сформулировать. Ходила она и в двуязычный детский сад, и в школу, и дальше училась в Мориборе, потом она забыла этот венгерский язык, и дома она никогда на нём не говорила, но тем не менее пассивное её знание достаточно для того, чтобы понимать этот язык. И вот уже если приближаться к концу, я бы остановился на том, какие особенности характеризуют славянский язык у венгров и их родной венгерский язык, ну прежде всего это отсутствие согласования по роду, отоке, добила и меда, остров получила имя, да, словэнский княже, у нас существительное женского рода на согласный, согласуется как по мужскому роду, дальше это пропуск возвратных, у возвратных глаголов частицы С, либо же её наоборот гиперкорректное употребление, кроме того, в составных глагольных временах пропуск глагола связки сказывается влияние объектного безобъектного споряжения в венгерском языке, когда не нужно выражать формально третий, ну то есть местоимение «видим его», читай там книгу, читай её, или вот видишь в профессоре «видим», да, видишь ли ты преподавателя, да, вижу, я обязательно вижу его, но вот это его будет опущено. Также это влияние окончаний и падежей в венгерском языке на «будим пешти» и «зело красно», вместо «в будим пешти», соответственно, переносится из венгерского языка такое управление. И порядок слов, порядок слов, субъект, объект, предикат, глагол, да, Петер Круг Купи, значит, Петер покупает хлеб. Ну и из влияния славянского языка уже на венгерский, это, опять же, влияние в порядке слов, в заимствованных словах, в приставках, словах, аз эльшу каналишан, мектудот неизни, по первому каналу ты можешь увидеть, вместо венгерского чатурна, и более синтетический такой, что ли, получается, язык. Ну, наверное, уже буду говорить о выводах и заключениях. сегодня я попытался показать, как через систему образования можно вообще подойти к изучению функционирования этнических меньшинств, вот в данном случае в Словении, на уровне законодательства, институциональном и культурном уровнях. Национальные меньшинства в Словении защищены лучше, чем в окружающих странах, особенно это видно на примере тоже Словакии, где многочисленное венгерское меньшинство Румынии и так далее. Тем не менее, полноценной реализации этих прав вряд ли можно достичь. Почему? Прежде всего, из-за того, что эти общины очень малочисленны. Невозможно соблюдать полный паритет, если в одной группе около двух тысяч носителей, в другой шесть или семь тысяч. Многие собеседники признают, что на бумаге одно, а в реальной жизни они сталкиваются с другими проблемами. Но, что я хочу сказать, тем не менее, эти проблемы не идут ни в какое сравнение с тем, что происходит в других странах и в других регионах. Поэтому, если задуматься, что если идеальное законодательство даже в таких условиях работает со сбоями, что же происходит там, где оно, скажем, не идеальное, это вот можно подумать. Также я показал, что в рамках одного государства проводятся абсолютно две разные образовательные модели. На примере итальянско-славенского билингвизма есть школы отдельные для итальянцев, для венгров и для славенцев существуют общие школы. Эта ситуация достаточно уникальная и в мире этому примеру примеров нет. Поэтому через образование можно раскрыть особенности языковой компетенции, посмотреть, как выучивается язык, что на него влияет, и показать разные дискурсивные практики. Образование является краеугольным камнем языковой политики, языковой ситуации и формирует межэтнические отношения на последующие десятилетия. Эта сфера очень деликатная и ответственная для всех ее участников, поэтому если мне удалось донести вот эту мысль, я буду очень рад. На этом я бы хотел закончить. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. есть школа, в которой во время урока идет на булке заказа для преподавания, и они проживают в этих условиях детей. Да, на самом деле да, и я присутствовал на этих уроках тоже, и в общем-то ощущения нереалистичные, потому что этого действительно невозможно добиться. Скажем, 70% урока ведется, допустим, на славянском языке, а 30% учитель пытается перевести то, что он только что сказал, значит, этот урок увеличивается по времени, и пытается дать эти термины, которые, в общем-то... Да. на самом деле, ситуация уникальная, и интересно за этим наблюдать, и такой модели нет нигде. В основном есть такая сегрегация, отдельно идет образование на одном языке, отдельно на другом. Здесь почему-то приняли, что, чтобы венгры лучше выучивали славянский язык, они должны посещать вот такие двуязычные образования. Вы знаете, просто, я, допустим, еще разговаривал по-русски, жил на Украине. Один урок недели украинского, телевидение, книги, за глаза. Достаточно, чтобы знать язык, разговаривать по-либо, разговаривать так, чтобы понимать, как раз. Дело в том, что там языки не родственные, поэтому там несколько другое, другие правила действуют. Если люди хотят, чтобы дети были образованы, то не взяли. Ну, тем не менее, это так. А учителя которые ведут вот такие уроки, они по-разному словенцы или по-разному? По-разному. Бывает по-разному. Но все равно, допустим, даже если идет венгер, 70% уроков будет венгерский. Ну, здесь правила нет. Здесь на усмотрение преподавателя нет какого-то определенного стандарта. Главное, чтобы вот эта пропорция соблюдалась, а то на каком языке или на венгерском, или на славянском на выбор. Можно добавить небольшое? Скажите, нигде в мире нет. Я вспомнил очень любопытный пример. Есть актор Алпатов Владимир Михайлович писал про языковую политику Советского Союза. И, в общем, в 30-е годы пытались сделать школу чуть ли не на всех возможных языках, в СССР, в том числе даже не всех ребенков едет на родственную жизнь. Прямо была цыганская школа в Москве. И он говорит, что там тоже была похожая ситуация, когда сначала ребенку учить примерно цыганско. Ребенок не понимает, учитель себя переводит на русском. Ребенок понимает, потом еще разговор так и так. И дело в том, что если учитель знает, как нужно ответить по-цыгански для этого предмета, как то же самое, не знать химии, то ребенок не понимает, как нужно ответить математические всякие вещи на своем родном языке, и поэтому они постоянно говорят на двух языках сразу. И потом все закрыли, потому что это не работает. То есть тогда это был такой эксперимент несколько лет, когда все это прекратилось. Это акцент еще сохраняется. У нас в свое время пришла учительница с украинским сильным акцентом и говорила, и мы все отличники по русскому языку стали получать тройку. Мы говорили с того, что ее убрали. То есть теперь все стали учиться нормально. Потому что у нее сильный акцент в украинский реализации, когда она диктально 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 простой пример. А там Карпат украинский, к примеру, венгер. Там Карпат есть, и от регионов, и от регионов, и от газетов перевозят. Ну, в общем-то, да, и я там тоже был, поэтому ситуацию не знаю, и венгерских школах. Как раз в Карпатах... Закарпатия. Да, Закарпатия, Берегово, Ужгород и так далее. Там ситуация такая, что существуют венгерские школы, где преподается украинский язык, допустим, и все. Вот такой смешанной модели нет. Нет ни в Сербии, где проживают венгрии, ни в Словакии. Единственная страна Словения, где вот такая странная конфигурация наблюдается. У вас нет вопросов? Есть, есть, есть вопрос. Что думают сами школьники по поводу такого выдачного образования? Не издеваются, например, школьники-словенцы над учителем и ветром, которые говорят о словенстве с акцентами наоборот? Есть, да, есть. Шутки есть по тому, как говорят. Это, в общем-то, отдельная история, анекдоты. Но это у нас, в России тоже есть. Да, что касается того, что они думают, ну, на самом деле словенцы, я уже сказал, они венгерский язык таким образом не выучивают, это в лучшем случае уровень А1. Венгры выучивают хорошо словенский язык и сами венгры пытаются даже записаться вот в эти классы, где венгерский язык преподается в качестве второго языка. Получается, что действительно вот эта ситуация приводит к ассимиляции постепенной, но каких-то протестов, чтобы сами ученики выступали против этой системы, не наблюдается. Наоборот, очень, ну, на первый взгляд, остается такое благостное ощущение от того, что вот учатся все вместе, общаются на том языке, на котором хотят, и все довольны. вот. Спасибо.